Привет, друзья! Пришла очередная поселочка из Китая. Вот так она выглядит плотненько. Я уже ее открыла и сейчас покажу вам, что там пришло. Во-первых, продавец положил бумажку, что я совершенно не ожидала получить, потому что обычно они не кладут ничего. Здесь на полукитайском и полуанглийском написано, что я заказала и с какой страницы, то есть у какого именно продавца. Это круто. Даже есть вот этот вот, как эта штука называется, я не знаю, сканер, штрих-код для телефонов. В общем, чтобы понять, что вы и у кого заказывали. Вот, и пришло мне все вот в таком миленьком мешочке. Я уже, кстати, воспользовалась этими штучками. Собственно, сейчас, момент, что-то тут все запутала. Очень, очень неудобно. Так, я заказывала затычки для ушей. Давайте я вам покажу, наверное, те, которые я уже распаковала. Там были разные цвета, но мне хотелось, собственно, и заказать их разные. Но, к сожалению, выбор цвета рандомный, поэтому мне пришло три пары розовых, две пары оранжевых и одна пара зеленых. Я хотела еще голубые и фиолетовые, но мое желание незаконно. Вот. В общем, они выглядят вот так вот. Такие маленькие пирамидки. С одной стороны они закругленные, с другой стороны срезаны ровно. Они, я даже не знаю, из какого материала, как это назвать, то есть они такой, на ощупь, бархатистые, но при этом они гладкие. Как бы сказать, то есть они не бархатные, они как будто бы бархатистые, они мягенькие. Вот. И, в принципе, все. Вот. Я уже ими пользовалась. Пользовалась в дороге, в транспорте и пользовалась дома при включенном телевизоре, когда мне просто хотелось спать, а дома был работающий телевизор и кто-то его смотрел. Вот. В общем-то, принцип есть. Я возьму одну, чтобы объяснить. Вы той рукой, которой вы будете его засовывать, сжимаете вот так вот кончик. То есть прям плотно-плотно-плотно. Получилась такая маленькая пиндюринка. И втыкаете его в ухо. До самого упора проталкивая вот такими движениями. Это по инструкции на сайте было. Вот. Как только, ну, постепенно он проталкивается в ухо и там расширяется, заполняя пространство. Вот. И все. И вы его заснули и еще пальчиком туда уплотнили. В принципе, все. Довольно легко. Ну, я бы сказала так, что эта штука не стопроцентно изолирует вас от посторонних звуков. То есть, скажем так, если телевизор орет, он так и будет орать, только немножко с таким глухим каким-то фоном. Если вы на улице, например, или в транспорте едете, то звук, конечно, внешний он будет меньше. То есть он будет довольно сильно приглушен, но при этом вы все равно будете все слышать. Если концентрировать на звуках свое внимание, то можно сказать, что эти штуки вообще вам не помогают. Вот. В общем-то, я хотела разные, чтобы подарить их. Но мне пришли одинаковые. В принципе, могу и такие подарить. Вот. И еще также пришла вот такая вот щеточка, которую я безумно хотела. У меня уже, наверное, есть две или три щеточки для ухода за лицом. Сейчас, пошуршу. Я видела похожую щеточку. Ее даже, по-моему, рекламировали по телевизору, но она стоила порядка трех тысяч долларов. Ну, какая-то золотая щеточка, я не знаю, из чего она. Это немножко деформировалось, видно. То есть, она должна быть овальной, она немножко смялась при поездке из Китая ко мне. Но это как бы не делает ее хуже. Вот. Щеточка просто обалденная, она такая мягкая. Не знаю, такой упругий воз, но при этом очень мягкий. И очень приятно касаться лица. То есть, она, собственно, для лица изначалась. Вот. Я пока ее не использовала. Я не знаю, что это за ворс, но она просто изумительная. Видела у других блогеров примерно такого же формата щеточку, но она была круглая и в виде такой кисточки. То есть, это цилиндрик, и из него топчат волоски. Вот эти вот. Видела еще тоже похожую, но она, скажем так, вот такая, наверное, коротенькая и полностью овальная, а здесь типа просто площадка. И вот. Но мне кажется, что с ручкой она гораздо удобнее. Вот. В общем, тоже очень понравилось, и я ей очень, как бы, дорожу. Она такая приятная. В общем, долго ждала, и очень рада, что она ко мне наконец пришла и не потерялась. Очень хорошая, и очень ей довольна. в работе пока не пробовала, но думаю, что она хорошо послужит и хорошо себя покажет. Вот. В общем, были вот такие вот небольшие покупки. Вот. В общем, вот такие два приобретения, которые, я надеюсь, послужат мне долго. Опять нам подписывайтесь, не пропускайте новых видео, ставьте пальчики вверх, или как хотите. Я вас всех люблю, до новых видео, пока-пока.